здравствуйте с вами ольга снимаю я сегодня из хлеба я на улице не хочу потому что там жуткая метели метет уже третий день у нас наступила зима поэтому ужас и кошмары хлев я козам на улицу открывая чтобы они все равно немножко дышали воздухом потому что совсем ужас и кошмар а вот козлов я даже козлов перевела хотя у меня в общем-то практически всю зиму жили на улице но я их перевела потому что но метет очень сильно ветер сильный сквозняк сильный а вот поэтому поэтому они у меня тоже стоят в стойле сейчас сегодня я еще хотела рассказать о том что у меня появился новый козлик это я все сокращаю свое стадо как и с розами но на самом деле я хотела давно поменять своих производителей вот я себе нового но бискова козла приобрела уже показывала для дарочки для моей вот этой девочки пятнистой потому что она моя от рута от моего на бискова козла но и хотела я еще нового заинского козла потому что у меня в стаде появилась очень шикарная коза занинская то есть она у меня уже давно но я снимал видео как мы за ними ездили за двумя девочками за низкими вот она у меня окатилась и то что нам не сейчас дает конечно это просто какой-то сногсшибательный удой вот поэтому хотела тоже новенького козлика для нее вот потому что она конечно переплюнула всех моих коз несмотря на то что она первокотка несмотря на то что у меня есть хорошие козы которые дают 5 литров молока за низкий за низкой вот полностью меня теперь счет у меня появился счет красоточка которая дает тоже не просто замечательно молока вот поэтому купил ей просто суперского козла как я там посмотрела у него в крови есть хорошая такая козочка скрип очка которая тоже удой просто была какая-то потрясающая смычок там и все но кто кто немножко знает о занятских козах знают кто такая скрип очка а вот поэтому козлик у козлика есть там в бабушках в дедушках скрип очки смычки вот так что у меня в стаде вот немножко прибыло козликов сейчас здесь у меня все стоят козлики потому что пришлось и маленького нубийского перевести сюда раньше он стоял с козлами но сейчас перевела потому что там закрытое помещение я боюсь что они конечно бедного замучают на моего козлика потому что сейчас в гоне и козлы просто невменяемые когда в гоне они все что шевелится пытаются покрыть вот поэтому я убрала и соответственно вот этого новенького козлика я тоже сюда поместила чтобы не мучить его с теми козлами когда они выйдут на улицу им быть проще не будет куда там побегать убежать ну и козлы успокоиться как раз а вот здесь у меня только козлы девочек мне пришлось отсюда убрать потому что козлы уже большие вот этот уже вообще во все усадки делает на всех подряд вот поэтому девочек страшно могут покрыть вот поэтому поэтому девочки меня сейчас перешли в женское отделение хлева вот то что такие дела ну еще знаете хотела с вами поделиться такой вот таким своим наблюдением вот у меня то что тут я расскажу сейчас про двух мальчиков у меня вот сша и вот как афродита и сестра тоже без сережек и она поменьше а вот еще знаете я Я хотела с вами поделиться таким своим наблюдением. Вот у меня то, что я рассказываю сейчас про двух мальчиков, которые родились у меня от Авроры. Я все смотрю, у меня один козлик. Ну, понятно, что он как бы меньше. Я готова принять то, что он меньше. То, что настолько, конечно, это я считаю уже как бы ненормально. Потому что он очень маленький, ему уже месяц. Но он прям маляпуська-маляпуська, как будто только что родился. Очень маленький. При том, что второй козлик, уже его перерос почти в два раза. Шикарный, активный, большой, крепкий мальчик. А это такой достаточно слабенький, мне кажется. Маленький какой-то. Хотя кушает нормально. То есть я слежу за тем, чтобы он выпивал свою норму. Но вот он покушает, стоит, дрожит. Весь какой-то несчастный. И мы вчера с Глебом обсуждали эту тему. Почему же он все-таки такой маленький. И пришла у меня такая одна мысль. Как-то я слышала Вячеслава Аркадьевича Шаталова, доктора сельскохозяйственных наук. И он говорил о том, что недолизанные козлята отстают очень в развитии и вообще могут погибнуть. А я как раз вспомнила, что Аврора, девчонка моя, Аврора, она когда родила козлята, она вообще их не стала лизать. Одного старшего с сережками хоть и немножечко облизала, а второго вообще плюнула на него, вообще к нему не подходила. Как я и не совала, чтобы она его облизала, ни в какую не хочет и все, отходит и все. Первого козла, при том, что она еще не долизала, но там подошла Айва, другая моя козочка, и она его вылизала по полной программе. Второго тоже она не стала вылизывать, потому что как-то там суета какая-то пошла, и она тоже бросила. Все равно это не ее козлята, ей в общем-то как бы, да, и так спасибо ей, что она вылизала хоть первого. А мамашка вообще не стала к ним подходить, не стала их вылизывать. Вот, и плюс ко всему еще моя собака, которая в общем-то мне помогала в вылизывании всех козлят, в это время находилась тоже на улице, я ее в дом не пускала. Вот, и получается, что он тоже мне не вылизал козленка, то есть козленок сам по себе высох. И получается, что вот, да, недолизанный козленок у меня какой-то весь несчастный, недоразвитый, какой-то вообще прямо бедненький-бедненький малыш. Так что вот на себе я испытала вот эти вещи, что недолизанный козленок, он как-то действительно отстает в развитии с долизанным козленком. То есть явно видно, что он намного меньше. Я не знаю, может быть, конечно, еще другая какая-то есть причина, почему он такой маленький, я не знаю. Ей селен я колола, и колола и Аврори колола, когда она беременная была, и колола малышу, когда он родился, и селен, поэтому здесь, я думаю, что здесь все хорошо, здесь именно что-то в чем-то другая причина. Ну вот, ну вот одно из предположений моих, что то, что говорит Вячеслав Шаталов, что может быть все-таки козленок недолизанный. Вот, и такой вот он маленький-маленький. Ну ладно, будем смотреть, будем дальше его кормить, может он все-таки вырастет. Будет нормальным козликом, сейчас немножечко весна придет, солнышко засветит, травка зазеленеет, и может быть он как-то придет в норму, и будет расти хорошо. Ну вот такие у меня новости. Еще у меня приехали климатисы от Русиновых, сделаю обязательно обзор, привезу, покажу вам. Сама не знаю, первый раз заказываю там, случайно я о них узнала, вот, не видела нигде их распаковку. Ну вообще ничего не знаю, то что вот, вместе распакуем, вместе посмотрим, что да как. А вот, ну все, с вами была Ольга, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok